Мы сделали через стол снимок. И видим, что рентгеновский луч проходит и через стол, и через кисть. Доступ к пациенту возможен с любой стороны. Это лишь часть достоинств нового рентгенаппарата, который может применяться не только в экстренной медицине, но и в гастроэнтерологии, травматологии, педиатрии, урологии и гинекологии. Теперь он в распоряжении специалистов Звенигородской больницы. В сентябре в стационар поступили три пациента в крайне тяжелом состоянии. Все после ДТП. Каждого поставили на ноги. Это безусловная заслуга медиков. Им в помощь современное оборудование. Закупили самое современное оборудование. Такой, как биохимический анализатор на 240 тестов в час, рентгенаппарат, рентгенохирургическую стойку, апароскопическую стойку. У нас появился полноценный операционный блок на шесть коек и три операционных стола. И сегодня с большой уверенностью можно сказать, что Звенигородское подразделение одно из самых оснащенных в Одинцовском округе. Перед закупкой медтехники провели капитальный ремонт здания больницы. Выполнили большой комплекс работ от усиления фундамента до обработки кровли огнезащитными составами. При этом стационар не прекращал свою работу. Был усилен фундамент, был приведен в порядок и утеплен фасад, полностью заменена кровля, все инженерные коммуникации были заменены, модернизирована система безопасности, отделочная работа, о которых я уже говорил, ну и, конечно, закуплена мебель. Но самое главное – условия для работы медиков и комфорт пациентов. Шесть многофункциональных коек оборудовали в операционном блоке. Здесь есть инфузоматы для автоматического введения лекарственных средств, аппараты для ИВЛ четвертого поколения, которые могут спасти жизнь не только взрослым, но и новорожденным. Евгения Августина, телекомпания Одинцова.